Всем привет! С вами Мария Георгий, вернее, руки Георгия. И сегодня мы начинаем делать следующий проект в ботаническом саду, в Декарском огороде, в галерее. И мы сегодня, вернее, мы уже приклеили решетки, и сейчас Гоша вырезает короб. И сегодня мы планируем запенить и уже создать рельеф. Эта емкость уже будет с животными, поэтому она закрыта. По сути, это тоже старый аквариум, в котором мы просто переделали его флорариум. Здесь также вклеено, как и в той вот работе, вклеено стекло, только, видите, здесь еще полозья. Точно так же сделана решетка, только здесь вместо дырки у нас будет сетка. Здесь для сравнения у нас дырка. И также вклеены, прорезанные отверстия для фасунок. Как всегда, в аптекарском страшная пыль. Сережа, что ты делаешь? Копаешься в аквариуме? Игнорируешь маму? Так, здесь у нас фитинг. Нам предстоит здесь переделка тумб, поэтому мы к этому морально готовимся, к переставлять готовые емкости на новые тумбы. Ну, собственно, решетка у нас, как всегда, обычный дренаж. И Гоша сейчас его будет вырезать, а я, если не получится, пойду стричь. Время харда. Размещаем горшки. Ух ты, какой приплюснутый. Ух ты, какой приплюснутый. Вот, мы запенили. Теперь будем ждать, пока высохнет. И следующим этапом обрезка. Мы установили 7 форсунок. Система МИУС-МИНИ. Ссылочку на систему я оставлю под описанием. В описании, вернее. Здесь мы закрыли красивой лавой. И Гоша, я смотрю, шиканул. Чуть-чуть лавы не вкрыть. А кричал-то, кричал-то, куда ты столько лавы берешь? Ладно, мы все равно здесь заклеим потом ракалом. И ничего не будет. Можно было вообще тогда ничего не сыпать. Но имеется в виду. Нет, подальше, ты ничего не туда проползали. Это от этого. В общем, смотрите, здесь у нас тумбочка, в которой ничего не видно. На самом деле, там пока висит просто шланг, будет система опрыскивания. Не помню, говорила я, для кого мы делаем эту банку. Эта банка у нас будет для бронзовок. Вау-вау. И сейчас мы будем засыпать грунт. Здесь все не так просто. Здесь тоже продуманная система. У нас сейчас есть два вида бронзовок, живущих в магазине. Вернее, они вот сейчас сзади валяются. И здесь не просто грунт. Это ничего не видно. О, так вам получше. Это дубовый опад, собранный нашими ручками прошлой осенью. И перемешанный 50 на 50 землей со всякими палочками. Суть такая, что бронзовки будут в нем жить, будут его кушать, пропускать через себя, образовывать перегной. То есть грунт нужно сделать заменяемым. Фишка в этом. И чтобы он был легко извлекаемым, поэтому мы сделали вот такой состав. Здесь еще теоретически должно было валяться бревно. Возможно, оно еще и будет. На самом деле трухляхи у нас есть. Тоже специально собраны для этого. И, как вы понимаете, высаживать растения в такое дело не очень хочется. Потому что их надо будет постоянно менять. Поэтому здесь будут сидеть растения, которые легко достаются. И растения, которые легко приживаются. Ну и пока Гоша засыпает в грунт, я буду рассказывать прекрасную историю про бронзовку алкоголика. Из чего родился этот проект. Значит, полгода... Нет. В прошлом году, летом, дети поймали нашу обычную бронзовку. Такую зелененькую. И принесли ее домой. Мы ее пожалели и посадили в флорариум домашний. В бронзовке живут не очень долго, поэтому мы не надеялись на долгое сожительство. Но у нас там жил наш любимый лягух, который кушал из стакана. Ну и кушает. То есть у него ставится стакан с мухой, в котором брашка и откуда выводится дрозофила. И через некоторое время мы заметили, что эта бронзовка, что делает? Она приползает к этому стакану, пьет вот эту бродящую жидкость. После чего мы решили, что она сдохла, потому что она валялась кверху лапами. Но, как оказалось, она напилась. И так она прожила у нас примерно полгода, может даже чуть больше, в режиме отрезвления. И потом, собственно, припозвала к этому стакану. В очередной раз прикладывалась к прекрасному дрожжевому составу. И потом снова откидывалась кверху лапами, так валялась по 2-3 дня. Мы решили, что это забавно. Ну, вернее, после этого мы решили завести бронзовок в флорариуме. Собственно, мы купили личинок, выходили их, потом нам подарили второй вид. И мы поняли, что нельзя такую красоту держать только у себя. И решили, что пора этим делом поделиться с вами. Так что вот такой забавный случай. Тут были кармашки, но чтобы растениям совсем не было грустно. И не оставлять проект без растений, конечно, они будут на задней стенке. Их будет много. Поэтому немножко АБГ, обычного флорариумного грунта, все-таки привезли и поместили во все возможные ниши. Пока Гоша засыпает грунт, покажу вам, что стало с этим проектом. Здесь вот такие дела. Здесь все хорошо. Но мы пропустили одну стрижку. И получилось, что у нас перерос Монте-Карло. И... В общем, постригли, но уже было поздно, поэтому сейчас проплешина. Но она уже затягивается. Немножко пришлось поменять расположение мхов. Все-таки люди трогают форсунки. И сильно меняется, в зависимости от сезона года, меняется режим влажности. А так, Пелея прекрасно живет. Мы сюда поселили коридорцев Джулии. Спасибо огромное нашему другу Сергею Кузнецову. Ну-ка, морда. Морда. Вон, вы видите, торчит их 20 штучек здесь. Они здесь радостно плавают. Начали зарастать стекла. Но все равно так поживее. Все просят животных. Я мечтаю сюда притащить фигурку голой женщины. Знаете, такие маленькие, красивые, дедальные. Пару баранов. Но Гоша говорит, их сопрут. Наверное, я все-таки это сделаю. Их сопрут, и я успокоюсь. Но голых женщин у меня нет, поэтому есть бараны. Поэтому здесь, наверное, будут бараны. Так, ну что ж, возвращаемся. Как видите, стеночки мы еще не закрасили. Кстати, мы сегодня привезли ракал. Будем, наверное, все закрывать. Ну, собственно, вот посадка растений сейчас нам предстоит. Поэтому я на время отключусь. Ну да, сначала опрыскивание, сейчас все прольем. Неохота затягивать, не любители мы длинных роликов. Но давайте дождемся, пока Гоша включит. Потому что несколько раз нам уже писали, типа, ребята, снимайте побольше. О, да будет вода. Шикарно. Улыбнись всем. Вот ты, Бука. Так. Ну, в общем, промачивается. Подключимся, когда уже все посадим. Некоторое время спустя. Вот так у нас вышло. Конечно, светильники не дают возможности передать все, что получилось. Мы редко используем нерегелий в таких количествах. Ну, как бы, мы вообще, как бы, не сторонники, на самом деле, их огромного количества. Но здесь было решено использовать их. И, по-моему, мы не прогадали. Ну что ж, давайте посмотрим, что мы здесь посадили. Ну, во-первых, это очень интересная штука. Это нерегелия Бамблби. Сейчас фокус вернем. Вот, нерегелия Бамблби. Это разводчик Эндрю Диваншир. Это уже наши. Она должна быть желтая, но она у нас немножко наелась, поэтому чуток сбросила. Это нерегелия Тигрина европейского разведения. Тоже должна быть желтая. И когда-нибудь она ею будет. Дальше карликовый нефролепис. Это прям вообще его самый предельный размер. Бесподобные черзы тайской линии. И много-много чекит. То есть, как бы, мы расположили все группами, чтобы было, ну, интересно. И идея такая, что здесь мы посадили папоротники. и Маргравии. То есть, здесь будет красная Маргравия. То есть, это яркая банка. Вот здесь Маргравия Синтенниси. Вон, Маргравия Синтенниси. У них красные истанные листья наверху. И они затянут фон. И все будет без мхов. Просто папоротники. И на дне самое такое сырничье. Это пилея микрофила. И сергина лунцината. По идее, здесь есть света. Будет не так. Ну, вернее, его много. Но будем надеяться, что хватит, чтобы остаться голубым. Так как мы все это крепили, это почти секрет фирмы. Дай мне, пожалуйста, клей. Мы относительно недавно, ну, может, там, с полгода назад открыли себе вот такую штуку. Клей Исты фирма. Блин, отсвечивает. Вот. Он идет для склеивания декораций и для приклеивания растений. Конечно, нечто большое он не удержит. Ну, допустим, те же тилансии, какие-то мелкие камушки или маленькие неригели, или приклеить, там, завести папоротничек. Папоротничек, ну, ура. Тоже продается у нас. Кстати, один из самых популярных товаров. Вот. Ну, и теперь, сейчас у нас идет время посадки бронзовок. Собственно, вот они вот так выглядят. Тут остались несколько жуков уже. Ну, их тут много довольно. Они уже на ночь закопались просто. Вот такие вот бронзовки. День, да, у вас ничего не пользует сигареты? Нет. Вот. Вот такие вот бронзовки. И ветжук. Проблема будет немножко с кормлением, потому что мы хотели посадить сюда специально для них цветущие, но что-то не влезло, если честно. Пусть бананы живут. Будем кормить бананами. Ну, давай, полетели. Летать вот как раз не надо. Ну, они пытаются, тем не менее. Сейчас мы будем уже заселять личинок. Подготавливаем емкость для них. Тут вот несколько жуков вы уже можете лицезреть. Вот они там вот около черзов сидят. Они, правда, сонные. Мы этим много пользуемся. Тут вообще личинки-то есть. Полно закопались. Чуть сухой субстрат. Вот, например. Это уже, кстати, почти взрослая личинка. В последней стадии. Тут куча мелких. Ням-ням-ням. Кому червячков. Ну, давай. Высыпай. Судьбоносный момент. Вот полетельщик. Вон, малышка. Потом мы, может, отдельно про них расскажем вам. Если будет интересно. Пишите в комментариях, если хотите, ролик про содержание бронзовок и как сделать с ними биоактивный террариум. О, скалтендра. В смысле, костянка. Костяночка. Ой, какая прелесть. Тоже. Главный слезняк. Капошушечки. Ох, а мне это резать еще и хочется. Побыстрее с вами поделиться. Наверное, я даже, может, все не порежу. О, банана. Круто ведь, ребята. Согласитесь, что круто. Блин, как это клево творить. Придумать сегодня что-нибудь новое. Какую-нибудь безумную идею брать и воплощать. Ага, жуки. Клевые жуки. Не, они правда клевые. Не скучные, но клевые. Ну что, ребят. Вот такая штука у нас вышла. Поддержите нас лайком. Поддержите нас своими проектами. Не важно, будете ли вы это сами собирать. С нашей консультацией закажете у нас. Просто пусть будет в природе побольше красоты. Которую не дает Гошу на спина увидеть. Ну, в общем, там красиво. Ну что, всем пока. С вами были Мария и Георгий. Флорариум Планс. Флорариум Планс.